Красота по-американски, самой цитируемой и самой обсуждаемой из обитателей Капитолийского холма удалось стать Дженнифер Псаки, официальному представителю Госдепа. И причина тому не часто меняемые наряды и не интенсивная работа, а заявления для прессы, каждая из которых производит такой фурор, что имя Псаки уже стало нарицательным. Отметившись на посту словами о том, что замгоссекретаря Виктория Нуланд ругается матом, потому что ее испортили в юности русские матросы, Сейчас пресс-секретарь собирает залы, ее брифинги разбирают на цитаты в стиле «Я ничего не знаю, я ничего не понимаю, но во всем виновата Россия». В интернете уже серия анекдотов, как заявила Псаки. Таких, как «Если Белоруссия вторгнется на Украину, 6-й флот США будет немедленно переброшен к берегам Белоруссии». То, что у Белоруссии нет берегов, Госдеп не смущает, как заявила Псаки. Мой коллега Анатолий Лазарев, побывав на брифингах на холме, задумался, почему именно сейчас Госдеп решил позволить себе Псаки. В качестве официального лица, объясняющего всему миру, чего хотят в Вашингтоне. Два флага, два монитора и кафедра на едва заметной сцене. В маленькой комнате, как правило, не больше пары десятков человек, но о таком зале мечтает любой артист разговорного жанра. Слово, сказанное здесь, разлетается по всему миру. И несет это слово внешней политики США официальный представитель Госдепа Джан Псаки. Дженнифер Инне Псаки родилась в штате Коннектикут в 1978 году в семье строителя и психотерапевта. Окончила частный колледж Уильяма и Мэри, самый старый его США после Гарварда. Псаки – бакалавр философии и капитан студенческой команды по плаванию. В 2001-м пришла в Демократическую партию США. Во время президентской избирательной кампании Джона Керри координировала работу со СМИ. Но в итоге сделала карьеру в пресс-службе Барака Обамы. В феврале 2013-го перешла в Государственный департамент США. Замужем. Пресс-конференции Госдеп проводит ежедневно, затрагивая даже те вопросы, которые вроде бы США и не касаются. Вот, к примеру, перечень тем, по которым Джан Псаки высказалась на одном лишь брифинге – в четверг. Россия, Украина, Китай, Таиланд, Сирия, Судат, Северная Корея, Ирак, Турция, Израиль, Палестина, Малия, Индия, Мексика, Нигерия, Вьетнам, Египет. США – есть дело до всего. В результате количество тем, конечно же, сказывается на качестве их анализа. Впрочем, порой не до анализа. С фактами бы разобраться. Мы хотим, чтобы у Украины был доступ к дополнительным объемам газа, если они потребуются. Как вы все знаете, природный газ транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию. Показательная история знакомства Псаки с будущим мужем. Он позвонил в пресс-службу демократической партии, чтобы узнать, как проехать на мероприятие. Псаки отправила его в другую сторону. Потом в интервью признавалась. «Я плохо ориентируюсь, но почему-то сказала, мне кажется, вам надо повернуть налево». В результате он заблудился еще больше. Так и на брифингах. Выдавая подготовленный помощниками текст, Джен Псаки часто не понимает, что говорит. И даже в этом признается. Мы не признаем результаты референдума, который прошел в Донецке и Луганске. Были сообщения о выбранных каруселях, заранее заполненных бюллетенях, о голосовании детей, голосовании за отсутствующим. Простите мое невежество, а что такое выбранная карусель? Должна признаться, что я просто читаю этот текст. Я сама не знаю, что это. Я уточню у своих коллег, о чем идет речь. Упомянуты еще и дети, которые голосовали. Они же не делали это, кружась на карусельных лошадках? Думаю, что нет, Мэтт. Журналисты уже привыкли переспрашивать по несколько раз, уточняя у Псаки, что же она имела в виду. Ведь порой ее заявление противоречит основополагающим принципам современного мироустройства. Например, западная экономика рухнула бы, если бы существовала по правилам так, как их понимает представитель Госдепа. Русские говорят, что они хотят получить деньги за тот газ, который они уже поставили на Украину. Вы же согласны, что это основа нормальных товарно-денежных отношений? Я понимаю, что они говорят, но если учесть соглашения, которые заключались между странами в прошлом, и то, что происходит сейчас, очевидно, что это уже не просто бизнес-спор. Но все-таки вы согласны с тем, что русские имеют право требовать деньги за проданный товар? Мэтт, я с радостью разберусь в этом вопросе, когда вернусь к себе в кабинет. Мне надо уточнить, и давайте вернемся к этой теме позже, фразы, которые журналисты слышат от представителя Госдепа регулярно. Недавно она не смогла назвать ни одного значимого достижения американской внешней политики в бытность госсекретарем Хиллари Клинтон. Хотя эту тему на брифинге Псаки затронула сама. Про неудобные вопросы и говорить нечего. Совпадение ли это, что оба раза украинские власти посылали войска в Восточную Украину сразу после визита в Киев и сокопоставленных представителей США? Первый раз это был Джон Брэннон, а теперь это вице-президент Джо Байден. Байден посоветовал так действовать, или это совпадение? Я думаю, что вы просто повторяете слова министра иностранных дел Лаврова. Ну а ваш-то ответ какой? Следующий вопрос. Впрочем, не только журналисты, но и сам госдеп часто ставит своего официального представителя в неловкое положение. Пример тому фотографии бородатого мужчины в камуфляже, взятые из интернета, и которые Вашингтон назвал доказательством присутствия на востоке Украины российских войск. А насколько вы уверены, что на этих фотографиях люди, которые имеют отношение к России? Эти фотографии обошли все мировые СМИ. Они были в Твиттере, и они находятся в открытом доступе. На снимках мы видим, что эти люди, судя по внешним признакам, явно имеют отношение к России. И это вы называете доказательством? Угу. Но вы же не хотите сказать, что правительство США со всей своей разведкой и так далее теперь зависит от фотографий, которые выложили в интернете? Эти снимки из открытых источников. Выводы делайте сами. Тему тут же подхватили юмористические шоу. Даже сами американцы подняли госдеп на смех. Что, серьезно? Это и есть ваше доказательство? Толстый мужик с бородой? Да в Восточной Европе все такие. Да, он похож почти на каждого парня в мире. Да это же две трети группы Зизи Топ. Или это мужик, который спродюсировал первый альбом Бести Бойс? Шутить, вернее, отшучиваться пытается и Псаки. Получается неуклюже. Как, например, в истории замгость секретаря Виктории Нуланд, который в телефонном разговоре с послом на Украине Джеффри Пайетом, обсуждая варианты конфигурации будущего украинского правительства, опять казалось бы, причем здесь США, нецензурно высказалась в адрес Евросоюза. Вы все хорошо знаете Викторию и наверняка в курсе, что когда ей было 23 года, она 8 месяцев жила на борту русского судна и, возможно, узнала там определенную лексику. То есть они научили ее ругаться? Вы имеете в виду, что нас предубеждением относятся к России? Нет, я предполагаю, что на борту этого рыболовецкого судна она могла узнать русскую ненормативную лексику. Но она же ругалась по-английски. Она... Ладно, это я пошутила. А, ну понятно. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. В Госдепе явный кадровый голос, считают аналитики и отмечают, что специалистов по России особенно не хватает. Молодые кадры предпочитают арабское или китайское направление, а старые мыслят категориями еще холодной войны. Результат налицо. И теперь вопрос, что Америки делают со всем этим? Какой самый дурацкий вариант вы можете придумать? Мы должны принять тактическое решение, вооружить Киев, дать им 100 танков Т-72 и запасов НАТО. Мы это уже сделали, а пророссийские бойцы их отняли и теперь развлекаются на парковке магазина. У Вашингтона сейчас нет продуманной политики в отношениях с Россией, считают эксперты. Потому что банально некому думать о перспективах. Решения принимаются в зависимости от ситуации, а она меняется стремительно. В администрации Обамы не успевают просчитывать последствия. В бюджете Госдепа с 83-го года были заложены расходы на подготовку советников по СССР. Ведь штатам приходилось учитывать интересы Москвы по всему миру. Потом расклад сил в глобальной политике изменился. И в позапрошлом году Госдепартамент даже полностью прекратил финансирование обучения аналитиков русистов. Теперь выясняется, что поторопились. Как пишут газеты, программы собираются не только восстановить, но и возможно даже расширить. Анатолий Лазарев, Дмитрий Вишневой, Первый канал, США.